Сириус. Большинству этот объект известен как единая звезда. Однако на самом деле Сириус представляет из себя звездную систему, которая состоит из двух космических тел — Сириуса A и Сириуса B. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии приблизительно в 20 астрономических единиц. Для сравнения, это всего лишь на одну астрономическую единицу больше, чем расстояние от Урана до Солнца. Период их обороты вокруг центра составляет 50 лет. Первый компонент, Сириус A, является видимой для нас звездой спектрального класса А1, которую на протяжении множества лет воспринимали как единственную в этой системе. По массе она примерно в два раза тяжелее нашего светила, а радиус на 71% — больше радиуса Солнца. Из-за своего близкого расстояния к нам Сириус A является одним из самых простых объектов для любительской астрономии. Звезда удалена от нашей системы на 8,6 светового года, а ее яркость в 25 раз превышает солнечную. Кроме своих размеров и массы, данное небесное тело также превосходит нашу главную звезду и по уровню температура, которая достигает 9940 кельвинов на поверхности, тогда как температура на Солнце доходит только до 5778. Наиболее интересной особенностью объекта является высокое содержание железа в его атмосфере, которое доходит до 316% от солнечного, а данные спектра говорят о наличии других элементов тяжелее гелия. Вероятнее всего, обогащение этой звезды металлами произошло несколько десятков миллионов лет назад из-за влияния соседнего объекта. Если же говорить о дальнейшей эволюции этой звезды, то Сириус A, вероятнее всего, будет существовать в нынешнем виде еще примерно 660 миллионов лет, после чего превратится в красный гигант, а затем в белый карлик. Несмотря на то, что сегодня науке известно всего несколько тысяч белых карликов, данный исход является типичным для звезд относительно близких к нашему Солнцу по своим размерам и массе. Обнаружить такие объекты непросто, и это связано с низкой светимостью и малым диаметром. Однако ученые полагают, что их общее количество в нашей галактике может достигать 10 миллиардов, то есть около 5% всех звезд Млечного пути. Второй компонент звездной системы Сириус как раз и является подобным объектом, и именно он стал первым обнаруженным белым карликом. Еще в 1844 году знаменитый немецкий астроном и математик Фридрих Бессель заметил, что траектория движения Сириуса A периодически отклоняется от прямолинейной. Бессель объяснил это поведение влиянием некой скрытой массы, которая вместе со звездой вращается вокруг общего центра. Данная гипотеза была встречена скептически, так как из нее следовало то, что масса скрытого спутника должна равняться массе нашего Солнца. Однако через 18 лет, в январе 1862 года, предположение Бесселя подтвердилось. При испытании нового 46-сантиметрового рефрактора американский астроном Аливан Грэм Кларк открыл рядом с Сириусом маленькую звездочку, чье орбитальное движение соответствовало расчетам Фридриха Бесселя. Данная звезда получила название Сириус-Би. Объект представляет из себя самый тяжелый белый карлик из всех тех, что известны науке, и обладает примерно одной солнечной массой. Однако даже несмотря на такой внушительный для своего вида показатель, его объем более чем в миллион раз уступает солнечному, а по размеру он сопоставим с Землей. Вероятнее всего, перед тем, как стать белым карликом, эта звезда прошла через два основных этапа развития – через период главной последовательности, а затем через стадию красного гиганта. Ученые считают, что процесс превращения Сириуса-Би в белого карлика произошел примерно 120 миллионов лет назад, а когда-то масса этой звезды достигала приблизительно пяти масс Солнца. На данный момент Сириус-Би обладает едва заметной светимостью, которая составляет 0,26 тысячных от яркости Солнца, и имеет очень высокую температуру поверхности, которая достигает 25200 Кельвинов. Поскольку этот белый карлик не имеет внутреннего источника тепла, со временем Сириус-Би будет постепенно охлаждаться, и в течение более двух миллиардов лет вероятнее всего превратится в гипотетический черный карлик. Правда, пока что наука не наблюдала такие объекты. В отличие от своего молодого соседа, эту звезду нельзя также легко увидеть на нашем небе. Из-за чего долгое время Сириус-Би был скрыт от науки. Только 15 октября 2003 года ученым удалось получить более точное изображение объекта с помощью космического телескопа Хаббла. На данном снимке можно увидеть обе звезды – более яркий Сириус-Эй и крошечный Сириус-Би. Данный объект входит в знаменитое созвездие Большого Пса и находится в южном полушарии нашего неба. Но увидеть невооруженным глазом его можно также и в Северном. Из-за своей хорошей видимости история изучения Сириуса за множество лет постепенно обрастала легендами. Еще в Древнем Египте объект называли звездой Нила и связывали с именем богиня неба Собдит, поскольку ее утренний восход предвещал разлив реки в дни летнего солнцестояния. Упоминания о звезде можно также найти в трудах римских ученых Сенеки и Птолемея, которые описывали Сириус ярко-красным. К тому же этот объект также фигурирует в истории шумеро-аккадской китайской астрономии и также представляется как звезда красного цвета. Из-за подобных расхождений в описании Сириус получил печальную славу и в наше время стал причиной для появления множества псевдонаучных теорий. Временное покраснение звезды можно объяснить влиянием облака межзвездной пыли, которая делала проходящий через него свет красноватым и какое-то время находилась между Сириусом и Землей. Другим объяснением может быть вероятность нахождения в системе третьего компонента, период обращения которого равняется примерно двум тысячам лет. Подходя близко к Сириусу-Эй, гипотетическое небесное тело может вызывать покраснение этой звезды. Однако на данный момент ничего, хотя бы отдаленно напоминающее такой объект, не было обнаружено. В апреле 2018 года космическая организация НАСА запустила транзитный обзорный спутник экзопланет, сокращенно ТЭС, целью которого является обнаружение экзопланет, вращающихся вокруг ярких звезд. Поскольку Сириус – это молодая звезда, обнаружение планет вокруг нее маловероятно, но спутник будет собирать данные, которые помогут более подробно ее изучить. Даже если в этой системе все же есть хотя бы одна большая планета, то наличие на ней форм жизни невозможно, из-за слишком короткого промежутка времени с момента формирования самой звезды. Кроме того, любые планеты в зоне обитаемости должны были быть выжжены, когда Сириус-Би находился в стадии красного гиганта, из-за чего шансов найти жизнь в системе практически нет. Вероятнее всего, Сириус является относительно молодой системой, и по современным оценкам ее возраст варьируется от 200 до 300 миллионов лет. Ближайшей к Сириусу звездой является Процион, расстояние до которого составляет 5,2 светового года. Солнце находится на шестом месте в этом списке, однако со временем это может измениться. Все дело в том, что Сириус приближается к нашей системе со скоростью 7,6 километров в секунду, из-за чего видимая для нас яркость этой звезды постепенно будет расти. Сириус проводит самой яркой звездной точкой нашего неба еще много тысяч лет, после чего, скорее всего, этот процесс должен будет запуститься в обратную сторону, и звезда для нас начнет постепенно угасать. В наше время многим может показаться, что астрономия является молодой наукой, так как большая часть открытий совершается с помощью использования современных видов техники. Однако на протяжении всей истории человечества люди изучали поведение небесных тел, и звезда Сириус служит тому наглядным подтверждением. Великобритания Субтитры создавал DimaTorzok